Виктория Фетисова Актер, проходя тренинги, которые использует во время своей работы, которыми занимается вместе с режиссером, он развивает в себе внимание, фантазию, память, воображение, моторику. Для кого это не важно? Это важно для всех, для нас. И если вы разрешите, я покажу вам некоторые элементы актерского мастерства и как работать над своей памятью, фантазией, воображением, моторикой и так далее. Кто не слышал известной фразы? Театр начинается с вешалки. Откуда она взялась? Правильно. Великий Константин Сергеевич Станиславский, известный реформатор театрального мастерства, который придумал целую систему, как образовывать актера и режиссера, сказал эту фразу. А почему? Потому что театр – это храм. Это храм искусства, войдя в который, ты забываешь обо всем и включаешься в мир, который готовит тебе волшебство и незаменимые эмоции. Театр начинается с вешалки. Это не значит, что все люди, которые работают и забирают, и отдают вашу верхнюю одежду, они должны играть, как профессиональные актеры? Нет, конечно. Атмосфера театра начинается с первого шага, с момента, когда вы оказываетесь в театре. Любите ли вы театр, как люблю его я? Кто это сказал? Ну, кто-то догадался, правильно известный театральный критик Белинский. Театр – это целый мир. А как существовать в этом мире? Как актеру сделать так, чтобы зритель ему верил? Еще одна известная фраза театрального деятеля Константина Сергеевича Станиславского, перед которой трепещут и которой боятся все актеры – «Верю» или «Не верю». Ух, как они боятся этой фразы, особенно «Не верю». И если вдруг она зазвучит из уст любого режиссера, это значит, что актер наигрывает, что он делает это фальшиво. А как сказать фразу, которая не твоя, которую написал, пусть даже самый лучший писатель на земле, как ее присвоить себе? Как сделать так, чтобы эта фраза прозвучала натурально, искренне от лица твоего персонажа? Вот этому учат на актерском мастерстве. Этого добиваются на актерских тренингах. Давайте попробуем. Для того, чтобы говорить со сцены, необходимо красивую иметь речь. Для этого существует артикуляционная гимнастика. А слово, да, какое сложное? Артикуляционная. Вот одним этим словом уже можно тренироваться. Давайте попробуем с вами сказать скороговорку. Вот так, не разминаясь. Например, 33 корабля лавировали. Лавировали, да не выловировали. Запишите на бумажке. Вы-ло-ве-ро-вали. Сложное слово. И сначала вам придется его по бумажечке читать. А теперь давайте попробуем чуть-чуть усложнить эту скороговорку. 33 корабля лавировали, 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 да не выловировали. А, да, и это не предел. На самом деле скороговорок может быть множество. Но мы взяли сложную. Сначала, как я уже говорила, вы записываете текст на бумажку. Потом вы разминаете свои губы. Давайте попробуем вместе. Губы в трубочку. На улыбочку. Зубы сомкнуты, губы мы не размыкаем. В трубочку. Улыбочку. В трубочку и задержите ее подольше. Улыбочку. Вы почувствуете, как у вас горит мышца над верхней губой. И это здорово. Это значит, что процесс гимнастики уже начался. И ваша речь будет все лучше и лучше. И еще несколько раз. В трубочку. На улыбочку. В трубочку. На улыбочку. А теперь попробуйте задержать трубочку и направить ее вверх, потом вправо, потом вниз, а потом влево. И наоборот. Вверх, влево, вниз, вправо. Давайте со мной. Не стесняйтесь. Пусть будет смешно. Но это же здорово. У нас нет комплексов. Мы готовы на любые эксперименты. Ну что, еще попробуем? В другую сторону. Замечательно. Попробуйте не распускать эту трубочку. Ну, прекрасно. Еще раз 10 и будет здорово. Я шучу. Можно еще раза 3. И будет тоже хорошо. А теперь расслабим губы. И сделаем это так. А, как лошадки. Здорово? Здорово. Молодцы. У вас все получается. Пофыркайте еще раз. Ну, здорово. А теперь давайте заведем с вами мотоцикл. Как вы думаете, для чего это? Для того, чтобы наш язык был крепким и не вялым. А язык нам нужен для произношения очень многих звуков. Всех. Заводим мотоцикл. Взяли впереди руки, впереди себя. И попробуем правой рукой. Мы себе так помогаем. Трррр. Трррр. О, поехали. Трррр. Чем дольше, тем лучше. Продолжайте. Продолжайте. Молодцы. Продолжайте. Очень хорошо. Остановитесь. Вдохните и выдохните. Для артиста вдох – это целое искусство. Мы стараемся не дышать грудной клеткой. Мы стараемся воздух набирать вот так, чтобы был задействован живот. Тогда поток воздуха будет очень цельный, направленный и правильный. Он будет, когда мы его выдыхаем, он будет идти от живота до макушечки и выходить так, как вам это будет нужно. Он будет литься в том направлении, в котором вы хотите. Ваш голос будет отдан вашему зрителю и направлен на него. Когда вы говорите куда-то в пол или вверх, то тогда зрителя не очень слышно, да? Но актер умеет разговаривать со зрителем так, чтобы зрителю было слышно. Даже задом. И это все от направления правильного голоса. Набираем воздух в живот. Он у вас расслабленный, да? Немножечко выпуклый. Ну что? И теперь попробуем задуть свечу, которая находится на далеком от вас расстоянии. И воздух вы не прерываете. То есть задуваете единым потоком, пока не кончится воздух в легких. Попробуем? Набираем в живот воздух. И задуваем свечу. Здорово, если у кого-то получится намного дольше, чем у меня. Это значит очень хорошая грудная клетка. Давайте еще раз. Набираем воздух. При этом животик наш округляется. Задуваем свечу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодцы. А теперь давайте так же наберем воздух и задуем много маленьких свечек. Готовы? Набираем воздух. Воздух кончился у меня. Но у вас, я уверена, еще продолжается. Еще много-много свечек впереди. У кого воздух заканчивается быстро, ничего страшного. Чем больше вы будете делать этих упражнений на дыхание, тем лучше у вас будет получаться. Тем лучше будут работать ваши легкие, а ваш организм лучше будет насыщаться кислородом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие мои друзья, вы такие молодцы. У вас здорово получается. Если вы это делаете, это огромный для вас плюс. Делайте, запоминайте, записывайте. С утра разомните губы, разомните язык, разомните свои легкие. Представляете, каким будет ваш день замечательным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу еще сказать про некоторые упражнения на внимание. Актеры очень часто используют. Им это необходимо, они должны быть внимательными. Эти упражнения, они развивают как внимание, так и память. Поэтому они вдвойне нужны для нас. Память, память – это наше все. Давайте попробуем. Если вы дома, и рядом с вами есть кто-то, попробуйте окинуть его взглядом. Не более трех-четырех секунд. А потом отвернитесь и проговорите, во что одет человек. Вплоть до цвета его волос и его прически. Если это женщина, какие у нее серьги в ушах. Может быть, какие-то украшения, кольца. Каждый нюанс попробуйте вспомнить. И вот вы удивитесь, что этот человек мог ходить с вами целый день, но вы не смогли к вечеру, например, если вы делаете это упражнение, вспомнить многих нюансов, которые, казалось бы, в общем-то, так естественны. Обязательно сделайте это упражнение. Но если же вы дома один, и больше никого рядом нет, кроме любимого телевизора, включите любую программу и посмотрите на ведущего, на диктора. Лучше, если это будет программа, например, в которой рассказывают о погоде, и стоит красивая девушка в полный рост. Поставьте телевизор на паузу, оцените ее в течение четырех секунд, отвернитесь и попробуйте досконально рассказать, что надето на ведущем. Это тоже интересно и тоже здорово. Не пренебрегайте этими вещами. Развивайте память, развивайте фантазию, развивайте воображение. И в следующий раз мы с вами обязательно займемся моторикой. Она очень полезна. И сделаем некоторые актерские этюды. Вот с этим стулом. Пока! Будьте с нами! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!